Двенадцать часов. Время рассказать о первых новостях в регионе. С вами Алексей Шемякин. Добрый день. В Архангельской области проводится операция автобус. Сотрудники полиции выходят в рейды, чтобы проверить пассажирский транспорт на техническое состояние в соответствии всем требованиям перевозки людей. Сегодня рано утром проверяли автобусы на стоянке в новом поселке. Только за полтора часа сотрудники полиции выявили массу нарушений. От неработающих габаритов до плохого состояния машин некоторые транспортные средства уже давно проржавели. Какое наказание теперь грозит водителям автобусов и перевозчикам, расскажем в вечернем выпуске новостей в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-центр. В одном из архангельских супермаркетов разразился скандал. Якобы охранники нагрубили посетителям, а затем еще и применили к ним физическую силу. Инцидент произошел утром 8 июля. Молодая пара возвращалась из ночного клуба, по дороге зашла в магазин. Продавцов и кассиров на месте не оказалось. По словам посетителей, они попросили охранника вернуть работников в торговый зал, но тот в грубой форме предложил им уйти. А затем вызвал сотрудников частного охранного предприятия. Прибывшие опять же, по уверению молодых людей, избили их в качестве доказательства. Девушка показывает синяки на руках. ЧОПовцы, не показав ни документов, ничего, они просто схватили нас под руки и сказали, сейчас разберемся, вы никуда не пойдете. И насильно нас удерживали в магазине. Я просила вызвать полицию, но они не соглашались. У второй стороны своя версия произошедшего. Охранник супермаркета не случайно вызвал на подмогу ЧОП. Он утверждает, что ранние посетители вели себя вызывающе, угрожали пневматическим пистолетом и, судя по всему, находились в неадекватном состоянии. Сейчас в данный момент дело передано в полицию. Сейчас занимается, наша служба безопасности занимается этим делом. Я думаю, что они разберутся. Видеонаблюдение у нас предоставлено. Сотрудников объяснение у нас взято. С охраной тоже. В полицию, кстати, написали заявление. Несостоявшиеся покупатели обстоятельства происшествия выясняются. В Пинежском районе выгорело 4 гектара леса. Возгорание произошло в районе озера Скоморожье. Чтобы потушить пожары, огнеборцам понадобилось около суток. В своей работе они использовали мотопомпу и ранцевые огнетушители. По предварительным данным, причина возгорания – грозовой разряд, попавший в дерево. С начала пожара опасного сезона в регионе произошло 13 возгораний. Напомним, с 1 мая в лесах Архангельской области введен особый противопожарный режим. Те, кто разжигают костры, выезжая из загорода на пикник, должны понимать, что являются нарушителями и могут быть привлечены к административной ответственности. Лесная промышленность является одной из немногих, которая интенсивно пользуется услугами речного транспорта. Перевозки леса в плотах по себестоимости оказываются наиболее выгодным видом транспортировки. Но не только в экономике дела, а в чем еще, узнал мой коллега Артемий Заварзин. Его материалы из поселка Березник Виноградовского района прямо сейчас. Этот способ доставки леса на комбинаты называют спасением для федеральных и региональных дорог. Камазам больше не нужно гнать по трассам, разбивая асфальт. На северной Двине возрождается традиция летней сплотки леса. Всего примеров два в Холмогорском и Виноградовском районе. Такую картину на Двине можно было наблюдать в советское время. Но упадок в перестроечные годы, закрытие леспромхозов и о сплотных речных рейдах забыли. И вот багры снова в деле, буксеры на готове, бревна в реке. Процесс сплотки древесины трудоемкий. Многие работы приходится выполнять вручную. На формирование одного плота уходит неделя. Этот второй за сезон. Интенсивной сплотке помешало запоздалое лето и половодие. Лесники не скрывают. Такой способ транспортировки материала имеет свои недостатки. Низкие скорости доставки, большая аварийность и как следствие потери. Но плюсов у речной сплотки в разы больше. Не портится древесина, не теряется аронит. И насекомые ее не вредят. Потому что древесина находится в воде. И этими жучками питается рыба. Рыба, кстати, на самом деле появилась. Даже та, которой раньше вообще не было. Не разбиваются дороги. Летняя сплотка подняла уровень лесозаготовки в Виноградовском районе. За четыре года объемы выросли вдвое. За 16-й год у нас почти 900 тысяч кубометров в Виноградском районе было заготовлено древесиной. И практически 99% этой древесины было поставлено потребителям водным транспортом. Березняковские лесники в минувшем году отправили по воде 150 тысяч кубометров леса. План на этот сезон увеличить показатель. Не ради премии и похвал. А чтобы показать, что дело жизни их отцов, дедов и прадедов живет и начинает новую историю. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. В Плесецке должно быть построено новое здание библиотеки. Причем в центре поселка. Такую задачу поставил губернатор Игорь Орлов на традиционной планерке. Поводом для рассмотрения этого вопроса на совещании стало обращение депутатов от района с просьбой возвести библиотеку не на задворках, а в удобном для жителей месте. В центре города останется пятно, незастроенное. Я абсолютно уверен, что в силу целого ряда обстоятельств, я с ними согласен, появится уродливый торговый объект. И для людей, которые там живут в городе Плесецке, библиотека будет на задворках. Но я прошу сделать такую хорошую экспертную оценку. Напомним, библиотека Плесецка, которая располагалась в бывшем доме культуры, сгорела полностью 13 мая этого года. Огнем был уничтожен практически весь книжный фонд, который, к слову, понемногу восстанавливается благодаря деятельной помощи, поступающей со всей области. Не менее важно построить и книгохранилище. Губернатор поручил правительству региона совместно с властями Плесецкого района проработать возможности использования в том числе быстро возводимых конструкций под новое здание библиотеки. С начала сезона клещи покусали около 4,5 тысяч северян. По данным Роспотребнадзора, это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, ведь тепла до последнего времени не было. В списке лидеров, как всегда, Вильский район, Котлас и Устьяны. При этом отмечается рост пострадавших от насекомых в Архангельске. Среди жителей областного центра укушенных уже 314 человек. Реже всего жалуются на клещей жители Приморского и Пинежского районов. В этом году переносчиков заболеваний среди кровососущих не так много, пока лабораторно подтверждено по два случая инфицирования клещевым боролиозом и клещевым энцефалитом. Уникальная коллекция, собранная к началу 20-го столетия художником и иконописцем Василием Кулаковым, сегодня является жемчужиной Вильского краеведческого музея. Попала она туда традиционно. В первые годы советской власти была конфискована уже у зажиточного крестьянина, но благодаря этому полностью сохранена и дожила до наших дней. Коллекцию Василия Кулакова национализировали практически сразу после революции и поместили в только что открывшийся музей. Василий Феоктистович любил собирать различные предметы старины, сам себя называл археологом-самоучкой. Во многом из-за его находок в середине 80-х в Вельске прошли раскопки и было обнаружено Вашское городище, стоянка древних людей. Мы видим это укрепление обожженное, это каменные жернова, это зерно, это фрагменты керамики, которые действительно свидетельствуют о жизни и деятельности древних людей. Коллекции бронзовых подвесок 10-14 веков, деревянные предметы крестьянского обихода, резные кресты и иконы, церковные летописи, исповедные метрические книги. Особая гордость – резной деревянный складень Никола Можайский со сценами жития. Однажды он даже выставлялся в Третьяковской галерее. Интересовала Вельского коллекционера Кулакова и Петровская перепись населения. Он собирал чернильницы, которые использовали дьяки для записи ревизских сказок. Так именовались документы, в которые вносили сведения. В коллекции Василия Феоктистовича случайных вещей не было. Например, вот такой штоф оловянный, казалось бы, непримечательный, но если мы посмотрим внимательно, то сбоку увидим выгравированную надпись благочестивовавшему и самодержавнейшему императору великому нашему Петру Алексеевичу, всея Руси, виват, виват, виват. Всего в фондах Вельского музея более 26 тысяч уникальных экспонатов. И если вам удалось увидеть хоть какую-то их часть, считайте, повезло. Прикоснулись к настоящей истории. Светлана Дейнека, Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Мы продолжим знакомить вас с новостями региона в 16 часов. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова